Всех приветствую на своем канале. Я решила сделать обзор по собственному желанию, никто меня не просил, моей азиатской уходовой косметики. Как бы от двух человек, дары верующих в Лёльку, и то, что я в принципе сейчас вообще пользую. Ну как бы некоторое время на ней пользую, ибо тестирую сам Англию очередной раз, но что-то я именно даже сегодня запользовала. Вот это что-то, вот такие замечательные маски, тряпочками, вот мне тряпочку маской, маску тряпочкой японскую присылала подписчица Алена с Украины. Кстати, тут часть, или одна вещь будет от нее, и я в принципе ожидала, что все маски-тряпочки именно такие, а вот на самом деле бывают маски-тряпочки разные. Тут было в общем 4 пакетика, сейчас уже осталось 3. Вот в таком пакетике, вот в такой коробочке, от доктора Мориты, сделанная в Тайване. Где-то тут было написано, что это доктор Морита. Я думаю, что все-таки Морита, 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 как-то так, была вот такая вот маска. Короче, здесь вот такая нетканный материал, поверх что-то, мне кажется, оно напоминает пакетик. Вот тут даже выгравировано что-то, я вот сейчас только-только сейчас заметила, доктор Морита. Какой-то такой типа пакетика в дырочку, и поверх вот этого вот нетканный материал, вот такая вот маска. И, кстати, по-моему, она еще выдержит, еще на что-нибудь лицо можно положить, потому что она довольно влажная. И я, конечно, я всегда забываю вот про эту вот штуку на носу, я ее в этот раз даже не распрямила. И, наверное, надо в этих масках лежать, а не аниме пытаться смотреть. Первые минут 10, вообще тут, я так поняла, вот эту надо держать 5-10 минут. Те у меня была вот маска другая, японская, кстати, сделана в Корее, для Японии. В пустых баночках каких-то она была. Там надо было держать, по-моему, 15-20 минут. Но это может быть даже меньше 10, ну, в смысле, может, я ее и 10 минут держала, потому что я сколько-то времени сидела с закрытыми глазами, с выключенным на паузу аниме. А потом все-таки нацепила свои очень ясные очки. И одним глазом смогла смотреть аниме, потому что вот этот глаз у меня как-то не желал открываться. Я тут опять забыла про этот носик. В общем, вот это, видимо... Так, сейчас сделаю, даже, наверное, вот так сделаю. Беременные дети и впечатлительные мужики прошу отойти от экрана. Вот, сейчас я правильно одела, а тут у меня вот это одевается на носик. Я почему-то, когда одеваю маску такую, то я вот только зажмурив один глаз могу видеть, так иначе мне мешает. В общем, вот такая вот маска. То, что осталось на руках, я думаю, это можно увлочнить руки. Сейчас я гляну в зеркало, точнее, в свой телефон. Учу, какое я. Я вам нравлюсь? Я себе нравлюсь. В общем, вот я сегодня продержала и частично посмотрела аниме, частично я посидела просто силе. Ну, я подозреваю, что ее, наверное, надо в положении лежа делать, с закрытыми глазами лежать и наслаждаться 10 или сколько-то там минут. Кожа очень классная, кстати. Мне еще похожую маску с вытяжкой из улитки дарила моя подружка, которая сейчас в Питере живет. В общем, вот, у меня есть 4 маски, уже 3. Маски от доктора Мариты из Тайваня. Я подозреваю, что это какая-то такая тема, потому что у Насти Зарезка когда-то видела видео или корейская косметика, или еще что-то, что это типа как-то так круто считается. Но меня что-то никто не просит. Может, просто люди не знали, что у меня такое есть. А я тут дня 2 еще так собиралась, я подумала, у меня вот стоит, допустим, вот эта вот вещь шикарная. И она стоит, и, наверное, ей обидно, что я вот, допустим, саванри рекламлю, а ее нет. Значит, на самом деле у меня от Холики Холика Холика, я ее Хоникой Хоникой все время называла, или Холика Хоника, у меня была от этой фирмы коробочка такая. Еще, наверное, в Тургум или что-то в этом роде, в обзоре, наверное, моей комнаты или квартиры как-то так. Я уж не помню, в каком конкретном видео на шкафу у меня наверху лежала коробочка как бы из-под яиц. Вот эта коробочка была как раз вот из-под Холики Холики, и в ней было 4 мыла в форме яиц. Одно мыло я дарила своему тогдашнему байфренду, долго объясняла, что его не я, ты, что это действительно мыло. Одно у меня заюзывалось в деревне, одно дома, одно тоже где-то заюзывалось. Очень такие классные мыла, долго мылятся. Вот у меня было черное, белое под цвет обычных яиц, вот такие, которые чаще всего продают бежево-коричневые какие-то, я даже не знаю, как передать этот цвет яиц. И другое, в общем, черное, зеленое, белое, вот такой под цвет яиц. Там одно с чайным деревом или зеленым чаем, одно еще с чем-то, одно с уголь, как бы сказать-то, бамбуковым углем, углем. И вот они очень хорошо действовали с моей кожей, взаимодействовали. И умываться мне было классно, и вообще сверх, я тогда помню, сверх всего. Заказывала их тогда на Light in the Box. Я не помню, почем, не помню, в каком году. Коробочка даже не знаю, жива у меня или нет, но, в общем, мне очень нравились вот эти мыла от Хорики Хоники. И когда мне верующий в Лёльку подарил вот это вот счастье, то, в принципе, я тоже очень была довольна. И сейчас довольна. Это у нас алоэ, в виде листика алоэ. Даже тут наклеечка такая, как вот на листик бы алоэ в виде, да, на хвостик крокодила смахивает. Тут 99% алоэ и еще какая-то там 1% штука в составе. Но я читала, я не очень поняла. Тут ПЭК 60, видимо. И написано все, что вот еще бывает у Хорики Хоники, по типу того, там бамбук у них бывает, еще чего-то такое. Вот я тут читала что-то, я понимала, что они тут написали бамбук. Центелла, я не знаю, кто это, Центелла азиатика, какая-то азиатская животная, в смысле растения. Ну и тут 250 мл. И сроком она у нас до 11, точнее, скорее всего, до апреля, или до 11.04, или до 04.11, я все время путаю, забываю, какую у нас тут в Азиат, в Азии. Все, что не Россия, ставится дата. Сначала год, потом день, потом месяц, или сначала год, потом месяц, потом день. Если вы в курсе, то можете написать мне в каментах. Иногда я понимаю, потому что, допустим, вот 31, 28, все, что дальше 12, если идет число, то я понимаю, что это день. А если это идет как-то такое непонятное, то я и не понимаю. Я его уже несколько дней юзаю, я его юзаю на лицо. Вместо крема я его юзаю частично для тела, ну, как бы оно и есть для лица и тела, как мне было сказано, верующим в лёльку. Спасибо верующему в лёльку. И еще я тут пару раз вчера и сегодня пользовала на руки, потому что у меня как бы сейчас осенняя, весенняя, не знаю, зимняя вот это вот сухое коже обострение. Кожа сухая именно вот в этих местах, ну, благодаря некоторым средствам она менее сухая в этих местах, но все же как-то она местами иногда как наждачная бумага. В общем, проблемная у меня сейчас кожа в этом плане у рук. И вот он очень классно помогает. И вот мне кажется, что он даже круче, чем отца в Адрюте, который у меня практически целый год был с прошлого года. С момента такого полузнакомства с фирмой, да, с продуктами. И он, вот допустим, у Савады он такой густой, вот такой гелевый гель, совсем какой-то очень густой, даже на желе такое крепкое смахивает. А тут такой конкретный гель. И он прозрачный. В принципе, каким он и должен быть. Прозрачный такой гель. Мне почему-то кажется, что это вытяжка из какой-нибудь улитки. Ну и что я могу сказать? Ну, гель алоэ. Алоэ, оно и в Африке алоэ. Не знаю, есть ли в Африке алоэ. Ну и вот забыла я, откуда эта холика-хоника. Холика-холика. Из Тайваня, из Японии или еще откуда там. Вы, если помните, откуда холика-хоника, напишите мне. Я знаю, что она азиатская фирма. Что она мне очень нравится. Вообще ее эти продукты. Но я как-то не знала до того момента, как мне сказали в личных сообщениях, в свое время прислав подарок вот этого участия, что это считается каким-то очень таким крутым на Ютубе. В общем, вот. Если вы знаете, где это продается, и вам такое хочется, и вы можете себе его позволить, то я вам его очень советую. Потому что вообще безотказная вещь. Алоэ Вера, оно и увлажнеет, и заживляет. Ну, сами знаете, что алоэ дофигеть какое полезное. Допустим, в Гринмаме был крем для лица, который можно было применять еще и мужчинам после бритья. Алоэ Вера с лимоном, гель алоэ. Ну, тут у нас чистая алоэ. Так. Еще вот вообще я от него в восторге. Как мы сказали, его можно купить на зоне. На самом деле, я хотела еще глянуть перед тем, как это все рекламить, есть ли оно на зоне и сколько оно стоит, но забыла и вспомнила только сейчас. Оно офигительно экономично. Вот смотрите, у меня, наверное, я уж не помню, когда мне эта посылка пришла. Может, два или два с половиной месяца назад. Может быть, даже три. Но суть такая, что я, в принципе, делала перерывы. С ним пользовалась какими-то другими шампунями. Сейчас я пользуюсь, тестирую этот самый твердый шампунь. Твердый шампунь Ан Саванри. И в ближайшие дни я тоже обозрю и порекламлю. А вот это я тоже рекламляла. Оно сверхэкономичное, когда я мыла голову первый раз и не поняла, как им пользоваться. Потому что оно настолько густое, что оно нифига мне не промывало. Мне пришлось еще раз наливать на волосы. А потом мне сказали, что его можно разводить как бы немножко на руке ладонь. Но так как у меня рука не особо большая, бывает и больше ладонь, то я тупо стала наливать во флакончик, кстати, вот после алоэ. У меня остался флакончик от Саванри, от алоэ. С таким очень приятным дозатором. В Гринмаме сейчас такие дозаторы использовались на всякие там шампунчики. Наливала где-то вот сток, наверное, ну одну треть флакончика, или даже одну четверть флакончика шампуньки вот этого. И добавляла две, наверное, даже один к трем или один к четырем воды. И слушайте, так хорошо промывают. Никакого этого бальзама, там кондиционера, чего-нибудь еще не надо. Никаких масок не надо. Не спутывает волосы вообще. Вот, кстати, когда я второй раз намыливала в густом виде волосы, я поняла, что оно не спутывает. Волосы мягкие, волосы вообще шикарные. Вот практически все видео, в которые я снимала, до того, как делала заказ в Саванри, еще чем-то у меня мыла голову, в основном у меня видео были волосы, вымытые вот этим шампунем. Это у нас, я вот тут рекламу-рекламу, а может кто-то читать не умеет, а я тут только говорю, это у нас органик тай, китайский шампунь, мандарин, сделанный руками, сделанный в Таиланде. Вот у нас что в составе, тут в самом начале, это гидролат лаванды. Я гидролат лаванды только еще планировала сделать, потому что знаешь, что можно гидролат делать не только из свежесорванных цветов, да, лепесточков, но еще и с сухих. Как раз у меня лаванда есть, потому что вам видят. И на границе, в общем, граница, наверное, России и Украины, скорее всего, украинская лаванда. И еще какая-то лаванда из российской части. Не знаю, есть ли в России где-нибудь растет там лаванда. Но вот мне, одно я покупала, одно мне подарили в свое время. Потом у нас тут, короче, тут все натурального растительного происхождения. Оно написано на латинице, я что-то понимаю, что-то мне лень читать. У нас тут алоэ вера экстракт есть. Что-то я тупо не знаю, кто это такой, но это экстракт. Мандарин. Мандариновое масло, масло жожоба. Потом грейдфрутовый экстракт. Экстракт еще кого-то. В общем, офигительный натуральный шампунь. Мне самое интересное, что вот впервые я встречаю, что самым первым числом идет, самым первым номером. На первом месте у нас лавандовый гидролат. Нанести на мокрые волосы, спинники, бла-бла-бла. Тут у нас что написано? Высокая концентрация органических экстрактов, эфирных масел, мандарина, морских водорослей, зеленого чая, огурца, даже грейдфрута, лаванда, жожоба, алоэ вера и пантенол. Активно стимулируют микроциркуляцию, укрепляют волосяные луковицы, перескочила на другую строчку, предотвращают выпадение волос, активизируют их рост. А то я думаю, я еще тут учительство и спросила, ты ко мне заходила, я к ней потом заходила, я говорю, меня подстригли, я говорю, вот это как-то, мне кажется, что они выросли быстро. Да, действительно быстро выросли. И вот когда меня стригли, я как раз, мыслим, в тот период, когда меня подстригли, я как раз пользовалась уже этим шампунем, действительно, я заметила, что благодаря ему у меня пошел конкретно такой рост волос. Она делает волосы блестящими и здоровыми, натуральный аромат мандарина создает хорошее настроение. Да, кстати, ощущение такое, еще на волосах, когда моете этим шампунем, будто вас холодит. Ну и чего он это у нас? Вообще он создан 10.05.17. То ли это 10 мая, то ли это 5 октября. Опять же, я как бы не это, не совсем в курсе. Ну тут как бы сочетается, написано, что нужно сочетать, чтобы был совсем кайф с натуральным бальзамом, кондиционером Organic Tine. Ну так как у меня бальзама, кондиционера нет, я в принципе, как бы сама по себе не очень часто ими пользуюсь, ну очень редко, если только когда вот шампунь какой-то такой, что требует того. То в принципе, да, так я думаю, что и можно пользоваться, если у вас тонкие жирные волосы, допустим, как у меня, то можете пользоваться одним шампунем. Этот шампунь подарит, поразит вас своей эффективностью, очарует освежающим ароматом, порадует экономичностью. Кстати, вот все вот это вот сочетается. Еще мне прикольно, что вот здесь вот такой вот листик, оранжевенький, как бы натуральный, окрепляющий шампунь для волос. Для всех типов волос, идеально при чувствительной коже, подходит для ежедневного применения. Да, вот, кстати, действительно подходит. Вот я нашла тут после вскрытия 12 месяцев, не тестируется на животных и еще что-то там такое делается. И вообще у него срок годности 24 месяца. То бишь, если вы его еще не успели вскрыть, то у вас запасе 2 года. И тут 260 миллилитров, но смотрите, на сколько мне хватило. Тут еще дофига его. Я думаю, что он очень долго, вот не будет еще в пустых баночках, поэтому я решила, еще и поэтому я решила порекламить эту свою вот азиатскую косметику. А еще у меня есть Сукурабу, как раз вот от Алены Биоре, или Биоре, Сукин Ке. Ну, насколько мне известно, если иногда там вот это Су, оно сокращается, как-то можно сказать скин. Скин Ке. Сукурабу. Сукурабу ин. Мне так прикалывает, тут сначала на этой, на катакане, а потом на английском. Као. За-ра-ки-м-но-хай. Нет, най, най. Я тут перешла к составлению предложений. Точнее, как бы у меня в одной книжке на них бегло так вот написано, что как, а в другой книжке уже так конкретно понятно написано. А в приложении, которая в телефоне, вообще очень внятная грамматика, поймет даже тот, кто вообще с языками очень туго дружит. В общем, вот это вот от Алены из Японии. Привезенная 130 грамм, сделана в Японии. Сукурабу. И вот оно действительно сыкраб. И как мне Алена писала, что оно очень экономичное. Там действительно надо только совсем малюсенькую капельку. Вот капельку, равную вот этому вот тут вот вот этот дозатор такой вылезает, да, и вот малюсенькая такая штучка. Не буду сейчас выдавливать, иначе мне ее придется наносить и смывать. А я же тут как бы одно делала маску на лицо показать. Ее смывать не надо. Короче, очень экономичная, офигенная, эффективная вещь. Скрабирует нежненько так, кожу не стягивает вообще. Суперская штука. Если вы будете в Японии, советую вам ее приобрести. Если вы знаете, что она продается не только в Японии, а так пусть и на каком-нибудь озоне, опять же, конечно же, не лазовая, специально не искала, то я вам тоже советую ее приобрести. Очень классная вещь. А еще вот у меня есть, это как раз вот эти четыре продукта. Я его потом открыла все-таки. Тут 80 грамм у нас. Это обычная пенка для умывания. Она такая, очень напоминает густой какой-нибудь крем или такую какую-нибудь густую маску. Я сейчас попробую все-таки, наверное, прочитать. Вот, кстати, интересно, я очень долго не могла запомнить эту самую... Не ржите, может. Хотя можете поржать. Мне просто не... Сейчас чуть было... Не обозвала общий доступ по имени этого самого нашего япониста. Короче, наш японист мне выдал, что он что-то за неделю или за две азбуку запомнила. Мне что-то казалось тогда, что вот если это все сейчас все запомню, то у меня в голове потом вообще ничего не останется. И как-то я очень долго запоминала, периодически забывала, ибо забивала, ибо лень была. Это счастье каждый день, начиная с этого года, 1 января занимаюсь японским. В общем, катакану я как-то очень долго запоминала. Помогло мне в основном, что в манге часто звуки не переводятся, но есть волшебная табличка с английскими буквами. в переводе на английский, то бишь, как вот эти звуки выглядят. И одну букву я стабильно путала, вот как она пишется вот так, или как она пишется вот так. Хи. И вот тут она есть. Хиарурон. Я подозреваю, что хиарурон это вот та самая гиалуроновая кислота, которую, вы прикиньте, я только что сейчас ее произнесла правильно. С первого раза, блин. И только сейчас внизу заметила, что в скобочках тоже еще что-то написано. Что это у нас такое? Хо-ра-а-ген. Я думаю, что это этот галоген или килоген. Короче, тот какой-то ген, который чаще всего для волос как-то там рекламируют в шампуньках. У-ру-о-и. У-ру-ой. Не знаю, что такое у-ру-ой. И вот то, что у меня встречалось только в одной книжке и еще частично в приложении. И о чем мне говорил наш японист, когда я его просила, там мой ник на японском, когда я еще только-только начала этим японским заниматься, написать то, что у меня на страничке моей вконтакте написано сверху. Он мне уверял, что нету такого словосочетания, но в моей книжке уже было такое словосочетание. Это когда к F на катакане прибавляется какая-нибудь маленькая О. Ну, все остальные гласны, потому что там нету, кроме фу, вот там фа, фо, нету. Вот тут у нас есть фо-му. Что за фо-му, хрен его знает. Но вот это тоже очень крутая такая вещь. Она тоже дофига экономичная, но только что вот здесь вот всякая такая у меня налипа. Вот она вот дофига экономичная и очень-очень густая, но она очень классно так вот умырися. И вот прям кожа такая гладкая-гладкая. Так что, если вы вдруг рванете в Китай, Японию, в любую там другую азиатскую страну и увидите вот это счастье, кстати, а вот она тоже до 2020 года, то ли до 1 марта, то ли до 3 января. 3.26.10 тут даже что-то такое написано. То я вам ее советую к приобретению. Будучи вы мальчиком или девочкой, ну, как бы за лицом можно ухаживать, я думаю, и мальчиком. Почему бы и нет? Хари. Что за хари? Хара. Хари. Харя. Харя. Ри. Фу. То. А. Фу. Может быть, это два разных слова вообще. Фукура. В общем, что за фукура тоже я не в курсе, но что-то такое слово знакомое. Что за фукура? И тут самое интересное, вот написано на английском мелкими буквами, я только сейчас заметила, что на английском. И дальше уже вот такими крупными наяпи. Ро- Зэнто. Ро- Зэнто. В общем, какой-то Ро- Зэнто. Ну, в общем, вот такая вот штука. Если тут какие-то звуки, то у меня фон бесится и сейчас берет ковер. Я вот думаю, что в следующей квартире я постараюсь сделать так, чтобы у меня в коридоре не было никаких обоев, хотя бы краска какая-то была чисто на стенах, потому что этот товарищ обдирает так обои, что уже хуже собаки какой-нибудь. В общем, вот такая у меня реклама ажиатской косметики, которая у меня есть в наличии. уходовой косметики благодаря верующим в Лёйку, за что я ему очень благодарна. И вообще-то мне всё очень нравится. Я даже не знала, что у Холики, помимо мыл в виде яиц, есть ещё и вот такая вещь. Если вы зарядились позитивом и желанием что-нибудь из такого приобрести и заюзать, то я очень рада, потому что, ну, надо же двигать массу вот такую вещь. В общем, всем спасибо за просмотр и пока! Пока!